Всем привет! С вами мистер Вселенная Алексей Нитисанов. И сегодня в нашей передаче очень много заявок. Алексей, вы перестали показывать комплексы для женщин, для мужчин. Пожалуйста, вот для мужчин, если можно, настоящий Качковский комплекс. И в помощь я сегодня позвал настоящего фаната. Посмотрите, человек не участвует в соревнованиях, занимается для себя. Посмотрите, до каких объемов он раскачался. Ну, потому что фанат, потому что любит этот вид спорта и дорожит временем, который он проводит в зале. Андрей Пузырев. Поздоровайся, Андрюш. Всем привет! Да. Он сегодня мне поможет показать этот комплекс. Комплекс убийственный. Часто его делать нельзя. Ну, раз в две недели, пожалуйста, включайте в свой комплекс. Будоражьте, взрывайте свои мышцы. И поехали! Идея этого комплекса состоит в том, что наши мышцы состоят из разного типа волокон. Есть красные волоконы, они выносливые, гликогеновые, как называется. Если бы вы бежали марафон, то эти мышцы, они всё время работали. И есть белые волокна. Они силовые, но очень-очень быстро устают. Так вот, на тренировках почему-то в основном качки тренируют белые волокна. Это большое заблуждение. Я уже 20 лет больше занимаюсь тренерской деятельностью и включаю в программу всегда и красные, и белые волокна. И результаты, как вы видите, всегда феноменальны. Поэтому мы в одной тренировке включим красные волокна и белые. Сначала включаем красные волокна. Подбираем такой вес сейчас на снаряде, чтобы сделать за раз на 100 повторений. Это сложно. Вы должны просчитать этот вес обязательно. Не 90, не 99, а именно 100. Для Андрея мы поставили сейчас нажим лёжа 40 килограмм. И делаем за раз на 100 повторений. Поехали. Всё, работаем. Вот смотрите. Мы сделали на 100 раз вес. Еле-еле. То есть включили красные волокна. Медленные, красные. А теперь включим белые волокна. Поставим огромный вес и сделаем на два раза. Почему не на один? Потому что всё-таки максимальное повторение, оно всегда травмоопасно. Поэтому мы чуть-чуть поменьше сделаем, на два повторения. Но белые волокна у нас будут включены. Поехали. И жмём на два раза. И поехали. Раз. И ещё раз. Отлично. Всё. То есть вес должен быть такой, чтобы он еле-еле пожал два раза. Ну, в тренировочном процессе мы как бы немножко перестраховались. Но вот вес должен быть именно такой. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение на плечи. На дельты. То же самое. Ставим вес, который можем за раз сделать на 100. Как только сделаем, поставим огромный вес на два раза. Пока на 100. Поехали. Ну, и большой вес на два повторения. Следующее упражнение на бицепс. Мы делаем сидя, потому что более концентрированно работают обе головки бицепса. А уже большой вес на два повторения мы сделаем стоя. Сейчас делаем на 100. Поехали. Продолжение следует. Теперь, конечно же, на трицепс. То же самое. Узким хватом делаем жим на 100 раз. И потом ставим нормальный вес на два повторения. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну и конечно наши любимые приседания, когда уже все мышцы горят, а нам нужно добить еще ноги на 100 повторений. С ума сойти, ну куда деваться. Приседаем на 100 и потом ставим большой вес, приседаем на 2 раза. Поехали! Субтитры создал DimaTorzok На спину, конечно же, лучше выбрать становую тягу, но последним упражнением становую тягу в данном комплексе это очень-очень травмоопасное упражнение будет. Поэтому мы выбрали полегче тяга штанги в наклоне. Делаем на 100 раз за раз и потом на 2 раза большим весом. Поехали! Субтитры создал DimaTorzok Ну что, как программка? Хорошая программа. Я умер. Отлично. Ну вот самая высокая похвала для данной программы. Я думаю, что вам понравилось. Надеюсь, вы по-настоящему взорвали сегодня свои мышцы и будете пользоваться этим комплексом, но не часто, пожалуйста, раз в две недели, потому что можно привести это к перетренированности. Программа очень жесткая. Ну а пока? Пока. Пока всегда.